День на Домской 12 декабря, совсем немного остается, 3 недели ровно, если правильно понимать календарь, 3 недели и Новый год. Как Одесса? Она готова будет к этому празднику? Конечно, не говоря о том, что уже сегодня у нас праздник Хануки, возле Дюка установлен семисвешник, у нас будет праздноваться и католическое Рождество, у нас будет Рождество православное отмечаться, очень широко будет праздноваться и Новый год. Но еще много сюрпризов, это, конечно, наиболее, мне кажется, социально направленный Новый год. Огромное количество билетов приобретается для того, чтобы дети социально несощущенных слоев населения могли посетить самые разнообразные спектакли и театры, не только Мурвокзал традиционно, оперный театр, филармония, музыкальная комедия. Очень много проектов, которые будут сделаны выездными, в гериатрических центрах для пожилых людей, для детей с особенными потребностями. Ну и, наверное, очень важный, очень интересный, очень яркий проект, это особенная пряничная сказка. С 14 декабря по 14 января возле Дюка де Ришелье будет установлен специальный павильон, пряничные сказки, где будут угощения, где будут фотозоны, где будет выставка с бесплатным входом, с угощением месяца. И месяца будет бесплатно. Абсолютно бесплатно, люди будут приходить туда, они будут пробниками угощаться, у них будет возможность слиться, будет рекой шоколад, замурзать свою мордашку и попробовать. Причем это семейный отдых, туда можно прийти и на мастер-классы, тоже совершенно бесплатный. Конечно, если хотите что-то для себя приобрести, это тоже будет возможность сделать. В этом году это будет значительно масштабнее, и в этом году это будет значительно масштабнее еще и потому, что 19 числа мы всех приглашаем на Думскую, где будет представлен 18 квадратный метровый пряник. Город, в котором сбываются мечты, которым потом после презентации будут тоже все угощаться, и к этому еще будет 3000 сердец одесских в тельняшках раздаваться. Детям, которые будут, естественно, ждать подарков от Святого Николая, совершенно нормально, естественно, потому что 19 числа во всем городе зажигаются елки, и зажигается главная елка Одессы на Думской площади. Это уже традиционно. И кроме концертно-развлекательной программы, там будет как раз презентован этот пряник и эти сладкие угощения от Святого Николая, от мэра города. Кроме этого, глобальными большими проектами будет еще и на 24 число угощение прянично-шоколадным тортом. Это будет такой круг очень большой в виде часов, где разное время одесского поколения, Одессы как город, его становление будет представлено на католическое Рождество. И на наше Рождество православное 7 числа будет тоже прянично-шоколадный торт, но он будет сделан и пряник в виде вечеров на хуторе Близди Ганьки. Только вот мы будем Одессу таким образом заснеженную, сказочную в украинских традициях представлять. Это колоссальная работа, огромная работа, которая, конечно, сделана на базе очень известной мастерицы нашего города Бубликов, компании Оксаны Бубликов. Туда будут привлекаться другие мастера и художники по росписи. Там будут и концертно-развлекательные программы, и аниматоры. В общем, очень уютно, очень сладко, очень вкусно, очень радостно. Это все 19 числа будет? Это все будет с 14 по 14 месяц. А вот огромные эти проекты, именно пряники и торты, это 19, 24 и 7, это вот такие точки, когда выносится огромный такой проект и презентуется, в общем-то. 31-го что-то планируется? Да, еще 1-го, конечно, вот я забыла сказать, еще 1-го числа у нас тоже будет огромный пряник угощения 1-го числа. Дело в том, что 31-го, как всегда, на Думской пройдет большая развлекательная программа. Мы просто сейчас начали говорить как бы о социальном компоненте. И, как всегда, это будет с фейерверком, салютом, с звездами эстрады. В этом году мы ожидаем Серегу и Аба Трибьют. Конечно, будут диджей, конечно, будет фейерверк, праздничное настроение, розыгрыши призов. Как вы помните, в прошлом году главный приз у нас выиграли львовяне. Это подчеркивает то, что мы все-таки собираем сюда большое количество туристов и на новогодние праздники в том числе. Потому что город позиционируется как город 365 дней в году. И, конечно же, будут очень интересные концертные программы, тоже связанные с 24-м, с 7-м, с 1-м. Первый – это как бы детский Новый год, который будет проходить как раз презентация этого прянично-шоколадного торта возле Дюка Дришия. Потому что, еще раз напомню, что сам павильон будет установлен именно там, в районе реконструируемого греческого парка. Далеко от Дюка Дришия, сразу же, вот с левой стороны, от Потемкинской лестницы. И еще раз напомню, что это бесплатный вход, это угощение. Мы ждем все семьи, всех гостей города, ну и, конечно, жителей города. Ну, то есть, в принципе, программа как-то существенная и разительно не отличается от прошлого года. Схема та же, целый месяц самых разнообразных празднований. Просто увеличилось количество посещений спектакля, увеличивается количество социальных проектов. Конечно, будут поздравлять первого новорожденного в этом году. Конечно же, будут специальные проекты, как я уже говорила, для людей в гериатрических центрах. Конечно же, будут специальные фестивали. Общественные наши организации делают фестивали Рождества на Дерибасовской. Наши самаряне делают «Собери подарок сироте», тоже большой масштабный проект на Дерибасовской. Только не в стороне ярмарки, а напротив гостиницы новомосковской. То есть, ожидается фестивали в парке, в их зонах, в парке «Победа» на 23-24 декабря. То есть, в общем-то, и, конечно, очень много будет разных мероприятий по районам города. Для тех, кто по каким-то причинам здесь сможет приехать в центральную часть города. Праздничные иллюминации. В общем, как обычно, Одесса в течение распоряжения фактически охватывает собой месяц. Все эти новогодние мероприятия заканчиваются купаниями крещенскими 19 января. Это уже как бы точка всех новогодних проектов. В течение этого месяца, когда в Одессе будут проходить различные мероприятия, наверное, какой-то был запланирован бюджет на весь этот месяц. Если есть какая-то цифра, то, пожалуйста, озвучьте ее. Если нет, то кто принимает участие в создании этой программы? Возможно, на волонтерских началах? Конечно, как я уже сказала, есть общественная организация, которая работает. Свои бюджеты имеют каждая районная администрация. Их четыре. И они работают в своих районах. И они как бы вливаются в общие проекты. Там украшения города, улиц. Вы знаете, например, что уже объявлен конкурс. И в центральной части города украшаются витрины. Они действительно прекрасны. Есть просто удивительные, прекрасные экземпляры и примеры. Это тоже как бы уже общий вклад. Есть департаменты, которые тоже воплеваются в это. Например, у нас очень серьезная будет трансляция. Работать будет ПТС 19-го числа. Одесса будет напрямую включение во все украинские каналы. То есть наше празднование Николая будет включено в трансляцию показа всеукраинского. Это департамент информации. Есть салют. Это департамент внутренней политики. Просто у каждого из своих департаментов есть свой бюджет, который, так будем говорить, закрывает ту или другую часть компонента и вот этой вот общей составляющей. Департамент образования вместе с районными администрациями приобретает билеты. Мы тоже приобретаем билеты. Службы по делам детей приобретают билеты. Большой очень проект в оперном театре для многодетных деток с угощениями от Деда Мороза или от Святого Николая, потому что на 19-е число и так далее. То есть это все, в общем-то, фактически вся структура, вся инфраструктура города работает на создание этого праздничного настроения. Украшения на Дерибасовской, которые были совсем недавно, они переехали в Аркадию, правильно мы понимаем? Я не знаю, куда они в данном случае переехали. Задача была такая, чтобы их обновить, и поэтому вы видите, что уже в этом году у нас деревья на Дерибасовской украшены по-другому, у них другая обмотка, принципиально новая. Мы подсмотрели этот вариант в Париже, когда деревья не обматываются, каждая ветка, а есть какой-то силуэтно-контурный такой рельеф, как будто бы это графическое такое изображение этого дерева, и в центральной части на пересечении Дерибасовской и Гаванной уже установлены и скоро будут подключены огромные олени, упряжка оленей и огромные сани. Это будет прекрасная светящаяся фотозона. А кроме оленей и сани, если я не ошибаюсь, там уже что-то стоит, ну, по крайней мере, оставили. Стоят, уже стоят олени и сани. Кроме оленей. Что-то в виде какого-то шара, нет? Нет, нет, нет. Шары уже сняли, они в прошлом году пользовались колоссальным успехом, но жизнерадостные наши граждане немножко, так сказать, нанесли ущерб этим шарам, и ни одному, к сожалению, поэтому... А что не так? Облокачиваются или срывают намеренно какие-то части? Вы знаете, судя по всему, вот есть, не совсем понятно, мне трудно это объяснить, но такая какая-то, знаете, тенденция к разрушению. Такое ощущение, что облокотиться он выдерживает. Любую возможность можно облокотиться, прислониться, но если его начинать разрывать руками или пинать ногами, то этого он не выдерживает. Вот когда его пинают упорно ногами, то он гнется, этот шар, потому что это конструкция проволочная, хотя достаточно плотная. И мы, конечно, поставили этих больших оленей, сани, именно для того, чтобы можно было бы на них все-таки сесть и сесть в эти сани, сфотографироваться. Но если их начнут молотить ногами целенаправленно, то это тоже будет уничтожено. И мы очень надеемся, что все-таки культура наших граждан и гостей города позволит сохранить это. Скажите, а вот вам нравится то, как украшают именно Дерибасовскую улицу? Вот по Приморскому у меня нет вопроса, а по Дерибасовскому? Вот лично вам, вот шары в прошлом году. Шары мне очень понравились. Мне меньше, например, понравились бабочки. Но шары новогодние, на мой взгляд, они произвели впечатление. И судя по той информации, тот фидбэк, который мы получали от гостей города, они действительно были очень яркими, очень актуальными и смотрели здорово. То есть на Дерибасовской это органично выглядит? Ну, понимаете, это центральная пешеходная улица. И как раз то, что мы каждый год пытаемся несколько ее трансформировать, модифицировать и обновить. Знаете, когда уже говорится о каких-то таких вкусовых вещах, то здесь сколько людей, столько и мнений. Но когда есть яркая иллюминация, это всегда праздничная, это всегда создает настроение. Кому-то она нравится больше или меньше, но то, что это создает праздничное настроение, с этим не поспоришь. Одесса – туристический город круглый год. Давайте мы посмотрим небольшой информационный сюжет. Собрали наши корреспонденты по итогам туристического сезона и вернемся к этой теме сразу после. В этом году Одессу посетили филиппинцы. В следующем мэрия ждет скандинавов. В горсовете отчитались о завершении туристического сезона. По словам директора Департамента культуры и туризма, за 9 месяцев в город приехало больше 2 миллионов человек. Треть из них – иностранцы. В городской бюджет поступило 3 миллиона гривен туристического сбора. Маркова заметила в планах привлечь турфирмы из Скандинавии, которые пока ничего не знают об Одессе. У нас появились туристы из Азии. Мы получили 20 тысяч туристов из Китайской Народной Республики. И полагаю, что это только начало, потому что мы первый год только в этом году выехали на международные туристические выставки в азиатские страны. Поставленные военные задачи, мы планируем активизировать свою работу с скандинавскими странами, потому что для нас еще этот рынок недостаточно освоен. Итак, Одесса – город всех сезонов, туристический город всех сезонов. Ну, по крайней мере, мы об этом говорим, насколько я помню, года два уже так активно об этом говорим. Кроме разговоров, вы почувствовали, что действительно увеличивается количество туристов, гостей города не в летний период? Однозначно. Однозначно это почувствовали. И дело в том, что даже не столько мы почувствовали, сколько это почувствовал бизнес, потому что, как вы знаете, туристический бизнес сосредоточен в руках частного, малого и среднего бизнеса. И то, что сегодня у нас увеличивается ставка сбора туристического, и то, что сегодня, например, наш бюджет города, он состоит из трех частей. Одна из частей – это единый налог, потому что, как правило, малый и средний бизнес работает на едином налоге. Так вот, единый налог у нас увеличился с эти несколько лет с 5% до 16% вливание в городской бюджет. И самое главное то, что я привела вам пример, прошлый Новый год на Думской, традиционно все считали, что обычно к нам не идут летом, а вот, например, во Львов или в Закарпатье зимой. Так вот, главный приз у нас выиграла пара за Львова. Это получилось совершенно спонтанно, но это правда. Это говорит о том, что проекты, которые мы проводим, не только Open Air в летнее время, их достаточно много, и то, что зона высокого сезона у нас тоже расширяется. Ведь мы говорим о том, что мы постоянный туристический город. Но это совершенно естественно. В любом туристическом городе есть высокий сезон и мельский. Зима, конечно, для нас это не самый высокий туристический сезон, но вместе с тем у нас заполняемость отеля, есть брони уже на вот этот период, конца декабря, начала января. Для нас это очень важно. Одесситы уезжают, а гости города к нам съезжаются. И самое главное то, на чем бы я хотела обратить внимание, это то, что у нас процентная составляющая, именно иностранная компонента, для нас она крайне важна, международных связей она увеличивается. И пассажиропотоки. Если львовяне отремонтированы за счет государственного бюджета аэропорт под Евро-2012, только 1 ноября принял первого миллионного пассажира, то есть обработан был миллион, то наш аэропорт, к сожалению, в таком виде, пока он есть, и с такой взлетной посадочной полосой, на 1 октября принял миллион 54 тысячи пассажиров. То есть был обработан пассажиропоток. А за весь 16-й год был миллион 36. То есть мы за 9 месяцев уже перекрыли цифру 16-го года. И эта цифра растет. И то, что к нам вернулись авиалинии, и то, что у нас увеличивается пассажиропотоки на железной дороге. Аналогичная ситуация. 11 миллионов обработано за 16-й год, и 11,6 уже за 9 месяцев 17-го года. Скажите, пожалуйста, а кто преимущественно иностранный турист? Сегодня, я приводила цифры тоже на аппаратном совещании, у нас увеличение по Молдове, Белоруссии, Румынии. То есть, конечно, пока это близлежащие страны-регионы. Хотя, как я уже говорила, мы начали работать активно с азиатским рынком, мы получили фидбэк. Очень рад, рад для нас, хотя это пока еще маленький процент, но у нас появились организованные группы, не индивидуалы, что для нас очень важно, а организованные группы. Это Бельгия, Франция и Швейцария. Это тот сегмент, над которым мы работали, и который уже начал появляться. Скажите, что мешает... Да, я просто закончу эту мысль. По-вашему, Бельгия, Швейцария, вот зачем могут приехать зимой в Одессу? Они приезжают сюда, так мы называем это культурологический туризм. Они ходят в театры, они гуляют по городу, они ходят в музеи. Это как раз та публика, которой нам в последнее время очень не хватает. Они ходят на все экскурсии, они покупают все экскурсии. Они, кстати, гурманы. Они с удовольствием пробуют одесскую кухню и одесские вина. Им нравится ездить, например, и в Шаба, и тем более для швейцарцев, это как бы их исконные места. Им нравится ездить в музей коньячный Шустав. Очень интересное предложение сейчас делают в Иногулиевых. То есть сегодня, не выезжая из черты города, можно сделать очень интересные дегустационные туры и туры гурманов. Но, как правило, они наслаждаются атмосферой города и ее культурной составляющей. И мы очень счастливы, что такие именно туристы возвращаются в Одессу. Кто не возвращается, и что мешает туризму развиваться в Одессе? Сегодня вы говорили о том, что один из факторов – это наличие активистов, которые, ну, вот все эти скандалы связаны с ними. Ну, понимаете, я не могу сказать, что это мешает существенно. Оно, конечно, не добавляет нам имиджа. Это правда. Потому что, когда на самом деле, к сожалению, с 2014 года Одесса для многих международных стран и Украина находятся в красном поле, красном, нерекомендуемом поле, то огромный объем усилий, которые мы тратим на то, чтобы на 12 выставках в этом году международных мы присутствовали. Благодаря тому, что мы имеем поддержку международных организаций, нашего бизнеса, общественных организаций, мы работаем одной командой для продвижения города. В конечном счете, город от этого только выигрывает. У нас еще впереди очень много работы, связанной с развитием нашей инфраструктуры и с продвижением города, с продвижением на носителях и ресурсах европейских. Именно поэтому в этом году к нам приезжал канал Арте или МЭЦа. Это те каналы, которые смотрят там. И для нас очень важно, чтобы они уезжали с позитивной информацией. И для этого, когда в городе хорошо, спокойно, доброжелательно, это снимается и виднется в одном ракурсе. Вот в этом наша задача. Показать, что город у нас действительно мирный, толерантный. Мы только в конце ноября вернулись с очень крупного форума по интеркультурным городам, где присутствовал 121 мэр, 47 стран, министр иностранных дел. И на очень серьезном, международном уровне говорили о консолидации, о ассимиляции мигрантов, о терпимости, о возможности проявить каждому свое мнение. И демократия — это тогда, когда есть твое мнение, но оно не мешает другому. Да, город толерантный, мирный, но при этом и демократичный, где разрешены вот такие вот мирные собрания. Мирные, да, но не тогда, когда кому-то бьют голову. Это не мирное собрание. Каждый имеет право высказать свою точку зрения. Это действительно уроки демократии. Но это должно быть высказано таким образом, чтобы оно не наносило вред или ущерб здоровью и состоянию других людей. Вот только и всего. Если говорить все-таки о том, что Одесса может стать полноценно туристическим городом круглогодично, сколько при таком темпе, о котором мы с вами говорим, нужно времени, чтобы все-таки выйти на какой-то порядочный уровень? Ну, скажем так, слово порядочный не очень точно, но пусть такой город, как Львов. У него спрос круглый год едут в этот город. Смотрите, давайте, и вот я все время привожу вам пример, и это совершенно объективно. Мы очень дружим, у нас прекрасные отношения с львовским департаментом. У них, правда, там не только один департамент туризма. У них и институт города, у них там несколько институций, которые занимаются промоушенном, развитием туризма. Львов в данном случае находится в 30 километрах от границы. И транзитный турист, который приезжает туда для того, чтобы потом пересесть в поезд или просто машиной двигаться дальше, он, безусловно, сутки или день проводит на территории Львова. Это совершенно нормально. Но по пассажиропотоку, железной дороги и аэропорта у нас нам много более высокие показатели. Поэтому, понимаете, когда на площадь рынок выходит 300 человек, там ощущение, что Львов переполнен и пройти невозможно. У нас во время Океана Эльзи 150 тысяч человек было на Потемкинской и прилегающем Приморском бульваре Екатерининской площади. Размеры города немножко другие, параметры немножко другие, несопоставимые цифры. Понимаете, мы уже для себя, мы в этих международных туристических выставках поняли одну такую вещь. Одесса не конкурирует с Львовом. Львов нам не конкурент. Или с Киевом, потому что Киев столица. Мы в данном случае сегодня продвигаем единый туристический продукт. Украину. Потому что когда приезжают, например, туристы из того же Китая, они не едут только в Одессу или только в Киев, или только в Львов. Они едут в эти три города. И мы сейчас хотим еще подтянуть, чтобы шли и другие направления, и другие города подтягивались. Мы сегодня говорим о том, что мы, как страна, которая совершенно разная, в разных городах, совершенно разной культурой, разными традициями, мы именно этим и интересны. И это наша сильная сторона. Мы себя продвигаем вместе, стоя на одних туристических выставках, бок о бок, помогая, я вам больше того скажу, у нас так сложилось, что не было выставка в Лондоне, не было ни у кого виз. И вопрос надо было решить срочно. Мы не успевали сделать себе визы. Значит, мы отправили материалы коллегам в Киев, они везли материалы. Коллеги из Львова помогли нам найти волонтеров, молодежь. И наши ребята, учащиеся в Одессе, которые находятся в Дублине, они приехали работать на английскую, на лондонскую выставку. Вы понимаете, как сейчас это работает? И это здорово, это прекрасно. И то, что львовяне едут к нам на Новый год, а мы к ним на Рождество, это не конкуренция, это совместный туристический продукт, который сегодня вот таким образом активно продвигается. Спасибо вам. Спасибо. Татьяна Маркова, директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета была у нас в гостях. Небольшая пауза и вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова